МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассчитывает на уважение общества и поддержку властей. Ни цветов, ни наград, ни просто теплых слов благодарности не получила Вера Петровна Трифонова за свой многолетний труд на посту директора 25-й школы. А ведь это учебное заведение женщина создавала с нуля. Был только котлован. Я ее строила в прямом переносном смысле. То есть и как здание я со строителями работала, и как учреждение образовательное, которое за эти 30 лет стало одним из лучших не только в городе, в области, но и в России. В декабре 2016 года меня уволили по статье, есть такая статья в трудовом кодексе, без объяснения причин. Администрация города Владимира. Причины действительно найти было невозможно, хотя полтора года искали эти причины. Вера Трифнова рассказала, что в течение полутора лет ее неоднократно вызывали в администрацию города и предлагали написать заявление об уходе, мотивируя тем, что надо давать дорогу молодым. Мне это называли, конечно, возраст. Как сказала глава города, вот вы понимаете, они как сядут за компьютер, как включит, так сразу все вопросы будут решены. Напишите заявление, мы отметим все ваши заслуги, дадим вам премию, дадим грамоту, в противном случае будет приказ, уйдете с позором. Вот так мне заявили в администрации. Ну а потом вот был этот приказ. В ситуации, когда пенсионерам настойчиво предлагают уйти на заслуженный отдых нередки. Выпускник в ЛГУ коммунист Магомед Ахматов даже выступил с обращением в защиту ветеранов педагогического труда. По его словам, с подобной проблемой к нему обратилось уже около 10 педагогов. Есть сейчас целый ряд в детских садах заведующих, которые, есть те, которые уволены, есть те, которых дорабатывают, скажем так, по просьбе в последние дни. И из детских садов, и из школ, вот во всяком случае, той информации, которая дошла до меня, равной пропорции, я бы сказал. Своё обращение Магомед Ахматов направил в адрес губернатора Владимирской области, руководителя Роструда и Федерации профсоюзов. По его мнению, ситуация связана со сменой руководителя городского управления образования. Напомним, Елена Аксёнова, в настоящее время Малик, возглавила управление в декабре прошлого года, после того, как бывший начальник Татьяна Ковалькова добровольно покинула пост из-за скандальной истории в Юрьевце, где бассейн школы номер 42 использовали для пьянок и вечеринок. Мы попытались разобраться в ситуации, как-то не верилось. Педагогов в школах и так не хватает. Молодёжь в классы идти не спешит. А если и от пенсионеров отказаться, с кем останемся? В первую очередь вопрос задали начальнику управления образования. Эти фактов подобных у меня нет. У меня каждый по вторникам у меня проходит приём граждан из трёх часов. Ни одного человека ко мне не обращалось по подобным вопросам. В наших школах работают более 700 педагогов, которые имеют звание заслуженного педагога, либо министерские награды, грамоты. И мы их очень уважаем и, конечно же, бережём, потому что кто как не они могут предоставить нам самый лучший опыт, а уж тем более молодёжи. В губернии 33 удалось связаться с заведующей одного из Владимирских детских садов, который выходит на пенсию в конце августа. В телефонном разговоре 70-летняя женщина подтвердила, что написать заявление ей тоже настойчиво рекомендовали, но комментировать ситуацию отказалась. Магомед Ахматов предоставил редакции свою переписку в социальной сети ВКонтакте сотрудницы одного из детских садов в Гусь-Хрустальном. Я педагог-пенсионер, раньше работала в детском саду. Под давлением методиста из РНО и заведующей ДОУ меня вынудили написать заявление по собственному желанию. Сообщает женщина и просит о помощи. Впрочем, если заявление уже написано, то доказать какое-либо давление крайне сложно. По мнению экспертов, свои права надо стараться отстаивать до увольнения, а не после. Зачем она согласилась с этим? Тогда какие проблемы? Тогда что ей поставили? Что ей предложили? За что ей предложили? И вы можете мне сказать, уходите на пенсию, мне тоже не 18 лет, да? И я тоже не начинающий. Но если я вижу в себе силу, я скажу, давайте по результатам судить, давайте посмотрим, чем я не угождаю, тогда давайте задать. Пусть идет на диалог с работодателем или с человеком, который ей предложил. Так за что же уволили Веру Трифонову? В мэрии губернии 33 намекнули. Заслуженного директора сняли не просто так. У школы были серьезные проблемы. Впрочем, сама Вера Петровна уверена, к школе претензий не было. Одни благодарности за успехи. Бывший руководитель рассказала, за последние полтора года работы в учебном заведении провели более 10 внеплановых проверок и никаких нарушений не обнаружили. По ее мнению, все дело в том, что принципиальный директор не всегда выполнял указания администрации города. Есть такая городская служба аварийно-диспетчерская. Они берут за обслуживание 18, 111 по 25 школе. Я только по своей школе говорю. А я нашла фирму, которая те же самые работы делала, то же самое аварийно-диспетчерское обслуживание за 5 тысяч. Есть разница? Четыре раза дешевле. Но это не устраивало. То же самое касалось и вывоза мусора. Школам рекомендовали компанию УНР-17, а Трифонова нашла подешевле. Старалась сэкономить, чтобы побольше осталось на содержании школы. Но от услуг более дешевой компании все же пришлось отказаться. Я не помню, по какой причине я отсутствовала. Может быть, это был отпуск, может быть, больничный. Я сейчас просто не вспомню. Значит, исполняла обязанности мой заместитель. Ее вызвали в администрацию. Попросили, пожалуйста, расторгните договор. Вот там, где 5 тысяч надо поплатить. И заключите договор там, где надо платить. 18, 111. Я ее потом спросила, вы почему это сделали? Она сделала. Она сделала это. Она сказала, мне долго еще работать. Директор 23-й школы подтвердила, что рекомендации по выбору коммунальной организации поступали и ей. Но это было еще при прежнем руководителе Татьяне Ковальковой. И Елене Дмитриевне удалось отстоять свою позицию. Директор с гордостью показывает, какой ремонт удалось сделать на сэкономленные деньги в учебных классах, туалетах и коридорах. В том числе заменить систему отопления и водоснабжения. Что же касается отношений с управлением образования, этому руководителю удается их выстраивать. Я даже и публично хочу это сказать, говорила лично Елене Сергеевне об этом. Ее манера разговаривать с руководителями, она заслуживает комплимента. Это тактичная форма ведения наших совещаний. Выслушивает, если возникают какие-то, ну, всякие ситуации могут возникнуть. Она идет на диалог. Ну а в деле Веры Трифоновой точка еще не поставлена. Бывший руководитель считает, ее уволили несправедливо и намеренно отстаивать свое доброе имя в суде. Как бы то ни было, уважаемые педагоги без сомнений заслуживают лучшего отношения. По словам родителей учеников 25-й школы, в этом году директора, которая отдала учебному заведению три десятка лет, даже не пригласили на выпускной. Татьяна Гордева, Александр Горшков, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.